всем привет дорогие мои подписчики и гости канала сейчас я хочу вам показать авсалар многие из вас его знают многие из вас отдыхали здесь имеют свою недвижимость для тех кто не знает что такое авсалар авсалар это самостоятельный городок со своей мэрией хорошей развитой городской инфраструктурой школами садиками расположен на запад от центра алании в 20 километрах и до аэропорта в анталии где-то 118 километров или 100 ну где-то вот в этом диапазоне сейчас заедем внутрь я вам покажу чем он отличается от махмутлара например вкратце покажу вам комплексы и инфраструктуру авсалар это район алании и область анталии здесь вот такие вот большие комплексы эмеральды орионы конечно в махмутларе очень мало таких больших комплексов в алании их практически вообще нет сейчас мы приедем последний комплекс осхановский сибирланду левгарден вкратце его покажу чтобы вы знали как выглядят здесь комплексы ну и от себя лично мое мнение мне нравится авсалар тем что здесь постройки не густо построены в общем не будете с соседом здороваться через дом на балконе что для меня это очень важно потому что скажем так для клаустрофобов это неоценимое преимущество ну естественно пляжи вот это последний шедевр осхана сибирлан сейчас заедем туда и покажем здесь вот школа вот такой довольно здесь легко дышать вот как по мне много свободного места много простора вот это вот земля сейчас вот теплицы я вам покажу теплицы здесь бананы авокадо посажены потому что здесь несколько собственников земли вот и они цену этой земли не служат ну вот решили теплицы здесь в каждом комплексе естественно есть охрана просто так с улицы человека не пустят здесь вот тоже уже видите авокадо засаживают подъезжаем комплексу комплексе очень богатая инфраструктура здесь есть и сауна и хамам и магазинчик маркет водные горки но естественно я вам хочу показать авсалар потому что не поэтому не буду зацикливаться на инфраструктуре проект будет состоять из десяти блоков сейчас вот построены только пять блоков и на противоположной стороне вот за теннисным кортом будет еще пять блоков но когда они будут построены это еще неизвестно даже сам осха не знает когда он начнет строительство вкратце еще скажу что соотношение цены и качества в этом комплексе очень даже достойные я здесь много квартир продала и люди довольны и квартиры здесь еще остались поэтому если заинтересовались то пишите я вам все подробно расскажу но специально на водные горки забрала чтобы вот так вот вам показать авсалар футбольное поле и корт относится к этому комплексу не знаю видно вам или нет вот здесь море до моря здесь 800 метров есть сервис шаттл до моря школа там тоже теплицы вообще в авсаларе очень много теплиц что земли много и здесь вот тоже с коричневыми вставками тоже комплексы у сана кстати у этих комплексов у орионов есть личный пляж но это не относится к первому вот и ко второму потому что там поменялась управляющая компания и они пляжами не могут пользоваться все остальные 5 орионов бесплатный личный пляжный клуб по карточной системе заходят туда так вот это конечно авсалар это идеальное место для отдыха если постоянно здесь жить ну как по мне так небо скучновато здесь было землю в зимнее время я имею ввиду каждую среду вот на этой улице приезжает фермерский рынок здесь продают вещи вещи вещевой рынок ближе вам покажу вот такие огромные теплицы справа здесь тоже раньше картошку садили а сейчас я вот вижу тоже авокадо но принципе хорошая идея потому что авокадо и мусс бананы они довольно таки хорошо ликвидные и вот здесь вот уже на перекрестке как заканчивается направо здесь уже будут продукты продуктовый рынок каждую среду при их приезжает этот рынок жители туристы уже авоськами с колесиками запаслись постоянно ходят на рынок на это впереди отель первая береговая линия вы знаете да всегда это отели и потом вторая береговая это там парковая зона из 3 береговой начинается уже жилые комплексы вот по этой улице рынок среду это мечеть городок довольно таки небольшой но я еще раз повторюсь он очень уютный летом здесь просто сказка сейчас уже конечно 16 ноября но здесь еще есть семьи здесь есть семьи которые постоянно здесь проживают у меня даже несколько семей есть которые люди вышли на пенсию и комфортно себя здесь чувствуют не признают не аланию не махмуд лар вот именно нравится аксалар здесь детская площадка чайная чай можно попить вот это вот мэрия розовое здание здесь оплачиваются все налоги на недвижимость какие-то бытовые вопросы вот это вот центр алании ресторанчики сейчас я выйду из машины покажу недалеко от моря вот такой парк с хвойными деревьями в перемешку с пальмами детская площадка настольный теннис всякие спортивные штучки вчера прошел дождь воздух великолепный вот сосновый запах со свежестью в перемешку очень даже полезно для организма вот такая вот горка спортивные снаряды там впереди за этим парком есть ресторанчик вчера дождь ужасная погода сегодня уже солнышко но сегодня кстати прохладно сегодня плюс 18 градусов вот сейчас 10 утра так я уже в кофточке скажем так ориентир часы это вот самый центр авсалара в комментариях можете писать делиться своими впечатлениями и пишите какой район предпочитаете вы здесь тур рентэкар маркет небольшой вот магазина 101 эконом маркет это вот главная улица такая туристическая машины здесь нельзя ездить по ней именно такая пешеходная конечно уже все-таки ноябре ресторанчик много каких будиков закрылась многие открытые аптека вот такой уютный небольшой городок здесь кафешка тоже чай можно попить мороженое поесть тост вот здесь вот рынок вот кстати вот этот ларек халки хмек называется это как бы для народа здесь вы хлеб можете купить дешевле чем любом маркете потому что это государственные лареки специально вот чтобы люди приходили малые мужчины у которых недостаточно денег чтобы они в этих ларьках покупали хлеб это тоже конец афсалара здесь потом инжеком у курджалар вот начинается потом это такие районы но там точно жить не будете это отельные районы там очень много отелей вот первая береговая линия в саларе тоже как видите везде отели отели подземный переход и вы сразу выходите на пляж здесь два подземных перехода в начале афсалара и в серединке вот сейчас средине афсалара находимся вот такой пляж море волнуется после вчерашнего дождя это пляж орионовский частный клуб здесь только по карточкам конечно вот вот ресторан здесь есть раздевалки туалет это пляж называется фула он неоднократно являлся обладателем голубого флага как лучший пляж средиземного моря это уже конечно многом говорит здесь мелкий песок ход плавный но здесь нет набережной для пробежки для любителей спорта конечно наверно все таки я не знаю подойдет или алания или махмуд лар а для телений любителей пассивного отдыха афсалар идеальное место пишите в комментариях какой район предпочитаете вы афсалар махмудлар алания оба мне будет очень интересно ну и подискутируем на эту тему надеюсь моя информация была вам полезной всем пока до новых встреч